Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сейчас я уже в городе Владивостоке с первым днём весны. Сейчас здесь около минус 8 градусов мороза. Вот так вот начинается первый день весны. Можете посмотреть, вот это Амурский залив. Там всё ещё заледенелое. Там вот далеко, видно, ходят люди. Выходной их здесь много, а сегодня рабочий день, поэтому поменьше народа. Так, вот здесь вот так вот всё выглядит. Посмотрите, здесь лёд. Видите, вот такой немножечко холодно. Вот так вот у нас дует. Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. И сегодня хочу немножечко поговорить с вами на интересную тему. Кстати, перед этим как тему буду раскрывать. Такая вот новость. Кого интересуют шенгенские визы, уже летом их будут давать. Если собираетесь ехать в Шенген, в Европу, визы будут давать. А здесь во Владивостоке, наоборот, консульство американское в марте хотят закрыть. Ну, я не знаю, на какой период. Такая вот здесь у нас новость. Так, ещё что из нового Кыргызстана. Есть у меня подписчики оттуда. Вот у кого дети-школьники, сейчас вот будут у школ прямо выращивать фрукты, овощи. И вот этими вот фруктами и овощами будут питаться школьники. Ну, видимо, там ещё будет у них что-то по труду. Будут они заниматься. Не знаю, наверное, так. Вот такие вот новости. Вот, и у кого выпускники, школьные аттестаты можно будет отсканировать. Я так понимаю, что сейчас это, видимо, они будут... Так, можно будет отсканировать школьный аттестат. Ну, вот, сегодня хочу рассказать о видах мошенничества. Вот один из видов таких есть. Вот представьте такую ситуацию. Вы просыпаетесь. Конечно, первым делом, что мы делаем, смотрим, что там у нас в телефоне. Что нового, кто что написал. Ну, и смотрите, вам пришли на банковскую вашу карту какая-то сумма рублей. Ну, допустим, 10 тысяч рублей. И вы не понимаете, от кого эти деньги. Ну, там указано. Вот. Но этого вы человека не знаете. И, разумеется, начинаете занимать выжидательную позицию. Может быть, перезвонят, откуда эти деньги. Кто-то не найдет их адресат, которому должны были эти деньги прийти. И ждете. Вот. И поступает через несколько часов вам звонок. И там говорят. Ой, добрый день. Вы знаете, совершенно случайно пришли в цифре и прислали деньги вам. Вам же пришли. Да, пришли. Вы знаете, пожалуйста, перешлите эти деньги. Там больной ребенок. Ну, или еще какую-то ситуацию придумают. Там больной ребенок очень нуждается. Срочно надо. Так. И дальше вы понимаете ваши действия. Вот. Вы так отвечаете. Я могу эти деньги вам прислать. В течение трех дней они вам поступят. Потому что там нет денег. Надо очень точно. Лукарство надо. Ждут. И ваши действия будут правильные. Такие вы пройдете просто туда. Дальше. Или идете в банк. Или же туда звоните. И говорите, что на мой взгляд поступила такая-то сумма. Я не знаю от кого. Как бы сделать так, чтобы эту сумму перевели откуда они поступили. Ну, и вам там говорят. Туда, куда вы звоните. Поздравляем. Это вам позвонили перечислили деньги мошенники. Такая вот схема. Почему они это делают? Где-то на какой-то день они заказывают на 1150, может быть, какой-то товар. И там идет предоплата. Получается, если вы эти деньги перечислите на телефон, который они скажут. Вот, то это получается как предоплата от вас. 6, там 7, 10 тысяч вы перечислили, допустим. А остальную сумму надо же еще отдать. Вот и получается, товара у вас никакого нет. А сумму-то вы должны предоплату перечисляли. И вот так вот поступают. Такие вот люди есть. Поэтому, если вдруг какая-то сумма какого-то неизвестного человека, делайте только все вот таким способом. Ничего не получится. Не переправляйте. Пойдите в эту ситуацию. Иначе вот так ветер дует. Иначе вот может получиться, что вы еще должны. Там зачем вам это все надо долго выяснять. И кто кому будет платить, тоже ничего хорошего в этом нет. И еще одну схему они такую вот придумали. Например, бывает такое, что вы потеряли документы. И что делать? Даете объявление. Вот у нас здесь, в нашем городе, есть такой какой-то там сайт, где по утере документов. И туда даете объявление, что документы какие-то утеряны. Ну, разумеется, вы пишете. Кто-то там имя напишет, фамилию. Такие документы, бывает, перечисляют. Вот. Ну и вам быстро ответят. Да, документы. Отвечают. Да, документы у нас. Звонят вам. Вы же там телефон свой пишете, по которому с вами связаться. Вот. И они предлагают, подъедьте. Вот есть такая схема у них. Подъедьте туда-то. И вот именно вызывают туда, где есть банкомат. Вот там какая-то девушка подойдет. И вот надо через этот банкомат перечислить деньги. Назвать там сумму. Допустим, три тысячи рублей вы перечислите. И документы вам девушка отдаст. Вот так вот они там поступают. Разумеется, никаких документов у них нет. Пока вы там перечисляете, это девушка или парень, кто там будет, быстренько убегают. Вот. Вы перечислили, пока оглянулись, уже там никого нет. Вот так вот тоже поступают. Поэтому схем много. Вот надо быть бдительными. И касается обычно денег. Если какую-то сумму надо куда-то перечислять, то подумайте сначала хорошо, куда вы перечисляете и что из этого получится. Так что, думаю, может быть кому-то это поможет. Ну, будем надеяться, что не столкнетесь с такой ситуацией. Но первый раз зашел на канал. Я вот снимаю с Дальнего Востока. Можете посмотреть, какая у нас сейчас здесь погода. Первый марта, первый день весны. Вот такой, говорю, небольшой ветерок. Сами все видите. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, поддержите канал. Делитесь видео, жмите на колокольчик, жмите на палец вверх. Колокольчик будет оповещать о новых видео. Пишите ваши комментарии. Все читаю. Стараюсь отвечать. Может быть пораньше, может быть попозже. Жду от вас комментариев. Может вы тоже столкнулись с какой-то ситуацией. Напишите нам в комментариях, чтобы мы тоже были вооружены. Так что желаю вам всего позитивного, всего самого наилучшего. Пусть все, что вы задумываете, обязательно исполнится. Всех вам благ. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok